кто любит белку все любит белку не ну правда все из многочисленных персонажей серии мультиков ледниковый период это чуть ли не самый сочный кадр хотя ленивец тоже прекрасен парни приколите ну и тигр конечно где малыш мамонты вообще слишком уж положительные но это же мультик ты позор природы тебе это известно да в общем вся честная компания снова оказалась на широких экранах в уже четвертой по счету части под названием континентальный дрейф ну и само собой не обошлось без традиционного видеоигрового воплощения опять же по традиции одноименного смысл самой игры как и мультика довольно незатейливый но весьма забавный вся сюжетная интрига и драма заключена в попытках двух противоборствующих команд доказать друг другу кто из них круче и кто имеет больше прав на найденное случайно сокровище в виде кущи экзотических фруктов условно команды делятся на хороших и плохих то есть главных героев мультфильма и злодеев пиратов которые на поверку оказываются вполне себе добродушными и негативные персонажи из них никудышные тем не менее следить за их не шибко остроумными перепалками довольно забавно хотя участвовать противостояние еще интереснее итак режимов игры здесь всего два нам предлагают пройти перечень представленных испытаний или в одиночку соревнуюсь компьютером или же с товарищем в первом случае надо сказать не ожидайте особого веселья тягаться с компьютером довольно муторно и интересно и совсем несложно в большинстве случаев подразумевается что противоположная команда уже совершила нужный заезд заплыв забег или закид и нам предстоит побить их рекорд ну или в исключительных случаях мы соревнуемся с ними в режиме реального времени это кстати одно из самых оригинальных и увлекательных испытаний что-то вроде керлинга вот только тут не труд бешеные щеточками а просто метают черепах пытаясь попасть самый центр скользкой мишени поскольку главной аудитории игры являются дети искусственный интеллект здесь настолько добродушный что постоянно поддается и фейлет даже при наличии неплохих шансов на победу зато абсолютно все меняется стоит вашему другу взяться на второй геймпад или усесть за клавиатуру тот же керлинг превращается в неплохой такой способ скоротать время пока тиммейты не потянулись для игры в батлу кстати не рассчитывайте на особую легкость прохождения если вы играете в первый раз и на консоли то приготовьтесь постоянному переигрыванию некоторых этапов просто так уж вышло что геймпад здесь частенько выступает в роли того же кинекта или мува в общем вместо того чтобы активно юзать кнопки и стики нам предлагается постоянно перемещать само устройство пространстве но допустим чтобы поворачивать влево или вправо требуется наклонить геймпад соответствующую сторону чтобы прыгнуть резко дернуть его вверх а чтобы пробить допустим лед телом тигра или тигрицы надо резко опускать его вниз ну а зазеваешься значит начинаете заново и тереть драгоценное время ну вот общем то и все набирайте очки и поставить старайтесь выиграть у команды противника. При желании каждое испытание можно пройти отдельно сколько угодно раз. Игра по четвертой части мультфильма «Ледниковый период» — это отличная аркада, которая, с одной стороны, совершенно ни на что не претендует, ну а с другой отлично справляется со своей задачей — веселить и радовать детей и даже некоторых взрослых. Потому что, может, ваш друг на словах Лев Толстой, а на деле не сможет вообще ни одного ореха собрать. Так что вот где надо проверять на ловкость. Ага, как мне? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok